Привет, мои любимые слушатели! Сегодня темой нашей расклады будет такой вопрос. Очередная история. Во что вы можете вляпаться? Посмотрим, да, основные моменты, о чем речь, какие основные точки, чтобы вы понимали, да, основные признаки, чтобы, может быть, эту ловушку как-то избежать, эту неприятность, какую-то ситуацию. Так, пять ситуаций. Выбирайте свою, можете, знаете, как взять одно основное, а второе как дополнение. Посмотрим, какая допушка, да, допустим, какая неприятность и что делать. То есть основные моменты я распишу, покажу, да, направление. Вы как только увидите, да, почувствуете, что вот эта ситуация возникает, и вот эти признаки, да, первые, значит, как-то надо будет принимать решение или защиту выстраивать, или просто от этой ситуации уходить. Ну, все, значит, надеюсь, вы определились. Смотрим. Ситуация номер один. История, в которую вы можете вляпаться, да, какая-то, может быть, неприятность. Может быть, ну, хоть что может быть, ну, словом, в общем, неприятность. Надо подстелить соломку, понимать, что делать. И карта первая выпадает о том, что это может быть невероятное, да, что-то невероятное приходит, исполнение мечты, ситуация радостная. А может это быть и ситуация, когда вы все поставили, да, на рулетку и все проиграли. То есть вот ситуация, посмотрим, да, с чем это связано. Хорошо. Что происходит сейчас у вас? Закрыли дверь назад. Все, поставили жирную точку. Двигаетесь вперед. Верите в себя. Но, понимаете, да, с одной стороны, возможно, вы проиграли. Терпите, может быть, какие-то убытки. Вообще, вы потерпевший. И понимаете, что надо идти куда-то вперед. Рядом с вами люди. Мужчина, женщина. А может быть, рядом еще семья. То есть рядом с вами кто-то, кто вас поддерживает, помогает. Чувствуете себя рядом с ними лучше. Но вы правильно сделали, что закрыли дверь. И не возвращаетесь. Вот эта вера в себя, она вам поможет. Хорошо. Что будет происходить, да, какая неприятность, может быть, какая история на пороге, которую надо будет принять и подготовиться, да. Что будет происходить, какая неприятная история, опасная, может быть, история. С чем она связана и к чему она будет приводить. Какая-то женщина, возможно, вот начнется с женщин. Женщина действенная, которая достаточно жесткая, которая резко что-то делает. То есть она сначала делает, а потом думает. То есть такая, знаете, торопыга, потому что знает, как ей это кажется, да, как правильно. Вот. Она что-то вам предложит. Какой-то распишет, какой-то план действий. Может быть, связанная с какой-то выгодой. Типа и вам, и мне. Но больше ей, чем вам. И предложит обсудить, подумать, в общем, что-то радостное. Распишет перспективу, как это все будет здорово происходить. Типа, что ты в депрессии, что депрессуешь? Надо что-то делать, надо куда-то двигаться. Давай-ка соображать, давай-ка думать. Но как будто интуитивно будете закрываться не хотеть. А вообще уходить от депрессии все-таки нужно, и поэтому станет любопытно. Вы воспримите это как шанс. И вот этот шанс, он и здесь. Карта шанса, да. Что-то заработать, что-то получить. И здесь вы это воспринимаете, ее предложение, как шанс. И так как она план предложит действий, да, примерно, что нужно сделать для этого, вы начнете действовать. Но по ходу пойдут корректировки. То есть отклонение от этого плана, еще вмешается какой-то мужчина, и это вам вообще как-то не понравится. Что-то вообще начнет, сомнения какие-то закрадутся. Начнете как будто бы какую-то информацию собирать, думать, а что такое. И вы когда соберете вот эту информацию, может быть, какие-то дополнительные документы, вы поймете, да, что план вот этой женщины, он совершенно не тот, он не соответствует реальности. Вы почувствуете себя, как будто вас вокруг пальца, да, как ребенка провели, обдурили. И вы как будто поймете, да, что вот, где мои глаза-то были, почему я поверил. Будете думать, что же делать дальше. Но, как будто резко откажетесь. Будет понимание, что надо отказываться. Иначе будет жареным, жареным пахнет. А она вам скажет, типа, а ты че, ты че, ребенок что ли? Че, не понимал, че, че делаешь что ли? На понт будет брать, как будто бы запугивать, чтобы вы не уходили. А вообще начало большого, серьезного падения, поражения, картопоражения. Вы как будто бы вступили в эту игру, а назад уже дороги не будет. И она вам скажет, все, все, запущен механизм, бесполезно. Дело, которое она вот предложит, оно приведет к какому-то невероятному краху. Что это такое? Ой, вы вообще в таком отчаянии можете оказаться, просто жутко. Как будто действительно будете себя ругать, как это так интуиция подвела, обманула. И вы как в ловушке, ничего нельзя сделать. То есть здесь шанс, да, вот этот шанс, о котором мы говорим, этот шанс, он может вас оставить без чего-то. То есть вы чем-то можете пожертвовать, заплатить. Это карта поражения в таком случае. Колесо переворачивается, да, и вы что-то отдаете. То есть не успех, а наоборот проигрыш. Поэтому здесь надо держаться подальше от этой барышни, от ее предложения. И держаться в стороне. Карта говорит о том, что надо держаться в стороне. Помните, что вы умный. Не надо поддаваться чужим вот этим песням. Все-таки вы намного умнее, чем она думает. Поэтому у вас есть какой-то ресурс, что-то, потому что она не просто так придет, а именно из-за этого ресурса. И возможно она захочет у вас этот ресурс забрать или воспользоваться. Но это приведет к тому, что вы можете вообще все потерять. Вероятность, потеря, крах, поражение. И вероятность такая, что нельзя это вспять, повернуть и изменить. То есть она как будто вас поимеет и еще скажет, «Ты что, ребенок, что ли? Ты уже взрослый человек, что? Тебя никто не заставлял». Еще перевернет, еще и посмеется. Поэтому повнимательнее с ней. Этот шанс на самом деле ловушка. Так, ситуация номер два. Какая возникает такая ситуеминка, которая может привести к поражению, к большим неприятностям? О чем нам надо знать? Солнце, радость, счастье, исполнение какой-то заветной мечты, изобилие. Хорошо, посмотрим, о чем речь. Что сейчас у вас происходит? Поставлена какая-то задача, цель, исполнение, которое желание хотелось бы очень приблизить. И вероятно, оно уже начинает исполняться. Но не так, как было задумано. То есть, какая-то часть этого желания не исполняется и не происходит. То есть, не в полной мере. И хотелось бы большего. А то, что предлагается в какой-то мере и не устраивает. То есть, здесь либо надо подождать, либо проявить еще какие-то, знаете, действия сделать, чтобы все-таки она исполнилась. Да, но вы как будто больше вы ожидали, а получили не то и немножко вообще не так. Как бы вас это не устраивает. Хорошо, ситуация, которая может быть превращена в неприятность. Какая она, с чего все начнется? Покажите. Будет скандал из-за какой-то сплетни, из-за какого-то нечестного разговора. Именно он и нечестный, и он фальшивый. То есть, какая-то сплетня, абсолютно надуманно, придуманно, какой-то миф. И из-за этого будет у вас скандал. И я не могу сказать, кто эту сплетню создает. Или вы, или вот женщина, мужчина тут, от мужчины идет. Вообще, сплетня очень нехорошая и пустая. То есть, там мало правды. Но из-за нее и появляется вот этот скандал, конфликт. А может быть, вы неправильно что-то поняли, да, или человек неправильно понял. То есть, в любом случае, из-за какой-то сплетни, был жуткий, жуткий скандал. И начало вот этой ситуации, неприятностей. Именно вот из-за этого разговора. Тут мужчина как будто захочет реабилитироваться, восстановить равновесие. Что будет дальше происходить? Будет думать, как поступить, что сделать. Вообще, всегда вмешаются еще люди. И как будто здесь запускается механизм большого скандала, войны, вражды. Все разрушается. Человек начинает анализировать, где это пустил ошибку, что произошло. И как будто потеря веры идет в людей, в себя, в обстоятельства. Но привлекаете еще людей, чтобы они как будто вас рассудили, помогли и что-то сделали. В этом человеку верите. И вы надеетесь, что он вам поможет и восстановит репутацию, восстановит эту ситуацию. Но я хочу сказать, здесь уже будет бесполезно. Вот этот вот сплетня, грубо говоря, да, вот этот нечестный разговор, он как будто будет разрастать, большой скандал. И тут даже человек, которому вы верите, не сможет вам помочь. Тут что-то вообще столько народу подключается. Тут что-то все сюда идут и все участвуют. И все. То либо кто-то осуждает, либо кто-то еще масло в огонь подкидывает. Кто-то пытается разрулить. В итоге вы крайний. Где человек крайний вам скажет, а почему ты взял ситуацию, да, непроверенную? Откуда ты ее взял? То есть здесь кто-то передает непроверенную информацию. И дальше, да, из рук в руки. Она как снежный ком обрастает новыми какими-то мифическими деталями и по итогу превращается в большой конфликт. Здесь вас обвинят в этом. И это будут приличные встречи. Причем это будет очень так все. Вывалят помои. И, грубо говоря, вы будете в таком шоке. Вам захочется просто уйти. Уйти, сбежать. То есть это будет шок. Да, захочется уйти или уволиться, или покинуть этих ребят, грубо говоря, и останетесь, как говорится, в одиночестве, неудел и в жуткой депрессии, непонимании, что я могу сделать. Руки и ноги связаны. Мы сидим, курим трубку и думаем, что делать, что делать. Поэтому, чтобы этой ситуации у меня не было, да, вот эти большие неприятности, перепроверяйте информацию. Любую информацию, которая попадает, тем более, если это касательно не вас, а других людей. Или вообще не распространяйте информацию, никакую, чтобы от вас ничего никуда не шло. Здесь карта говорит, она, вот теперь я понимаю, почему солнце. Она здесь говорит для вас, реально, реально смотрите на вещи. То есть никакой иллюзии, никому не верить. Попадается информация, нечестный обман. Чтобы не впасть в эту тьму, чтобы солнце не перевернулось и не ушло, не закатилось, да, радость от вас не ушла. Поэтому перепроверяйте информацию и сами старайтесь никакую информацию не распространять от вас, да. Потому что все шишки полетят в вам, и вы будете крайним. Окажется, что это вообще вы из-за вас, и поэтому можете вообще работу поменять, и друзей потерять. То есть тут большие потери, только из одного непроверенного слова. Так, ситуация номер три. Карта приключений, карта что-то новое, да. Посмотрим, о чем речь, что новое. Так, что на сегодня. Смотрим ситуацию, которая может привести к большим неприятностям. Мы посмотрим сейчас, а потом посмотрим, о чем речь, о какой неприятности, как это будет завязываться, к чему приведет. Сейчас как будто сидите в какой-то ситуации, как, знаете, капкан попался, я не могу выкарабкаться. Хотя есть мыслишки, есть понимание, что можно сделать, но не получается. Вообще чего-то не хватает. Может быть веры в себя, может быть веры в каких-то людей, или обстоятельства. Чтобы делать что-то, действовать, надо принять какое-то решение, но вы его найдете. То есть в этой ситуации, в которой вы находитесь, в этой банке, в этом капкане, вы найдете решение, вы будете действовать, у вас получится, будете в полете. Карта, знаете, такая, как будто вы все слагаемые сошлись, и вы в полете. Получается так, как вы хотите, и вы будете очень с собой довольны. Вы знаете, успокоение придет, спокойствие на душе. Хорошо. Что за ситуация, с чего все начнется, какие неприятности, с чего вообще скакать, с чем это вообще связано, и почему. Какой-то обман. Обман, разочарование, и это связано с мужчиной. Может быть, вы искали, да, у него помощь. Это может быть и друг, это может быть кто угодно. Это человек, на которого вы рассчитывали, и которому вы верили. От него придет. Он что-то сделает, и вы будете в разочаровании. Все непонимание, что делать и куда идти. То есть, на предательство похоже. Хорошо, что делать? Что дальше делать? Да, что, как это будет развиваться, чтобы нам понимать, к чему вообще какие неприятности. Ой, тут, тут вообще полный фарш, говорится. Тут, во-первых, что-то связано с законом. Может быть, это у кого-то, если женщина, то может быть связано с мужчиной. И здесь идет о том, что вообще резко, неожиданно произойдет вся ситуация. И тут еще подключатся родственники, родители, может быть, братья и сестры. вообще здесь похоже на предательство именно в семье. Как будто бы в семье произойдет, может быть, это измена. Или, может быть, человек как-то себя поведет подло, потому что здесь карта подлости, обмана идет и разочарование. И подключается вся родня, все близкие подключаются, чтобы как-то вырулить, что-то решить, прийти к общему знаменателю, понять, что делать дальше, что будет дальше, к чему это все приведет. Будут худо-бедно мирить. Но, как будто бы вы откажетесь, вы не захотите, вы скажете, все, точка, хватит, не хочу, я не хочу страдать, я не хочу мучиться, мне это не нужно. А тут все равно люди начинают искусственно ситуацию раздувать уже, все, механизм запускается. Все семья на рогах. Все переживают, что-то все бунтуют, не соглашаются. Здесь вас обвинят в том, что вы, оказывается, виноваты сам, да, сама. Потому что было решение, типа помириться и забыть, и сделать все сначала, давайте сначала закрыть глаза на все и идти дальше. Так как вы не соглашаетесь, не хотите, значит сам виноват, сам дурак. И в итоге обвинения идут о том, что ты сам все разрушаешь, оказывается, это вы виноваты. Вот. То есть не тот человек, который предал, а это вы виноваты. Что вам это все выскажут? выскажут и заставлять будут. Но вы будете в таком ужасе и шоке, вы не соглашаетесь, вы идете вперед. Тут идет речь о том, что тут касательно многих людей, почему все переполошились, тут возможно, допустим, дележка, да, дележка каких-то вещей, может быть, недвижимости, может быть, еще что-то. И всех затрагивать, всю семью, потому что никто не хочет что-то отдавать, делиться, и поэтому как-то не согласны с вами. Карты говорят уходить. Уходить от этой ситуации, может быть, знаете, съездить в отпуск, отдойти, чтобы со свежим взглядом, да, посмотреть на все вот это происходящее. Потому что здесь большая вероятность того, что вы можете действительно поступить глупо, наломать, как говорится, дров, чтобы этого не сделать, тут либо вы выходите, да, из отношений, отдыхаете, и вот эта карта тоже в таком случае говорит, приключения, что-то новое, но велика вероятность, что вас обвинят, что это, оказывается, вы виноваты и появились как дурак. Поэтому все шишки не летят. А из-за того, что их слишком много, вы один, да, или вы одна, то велика вероятность, что вы действительно можете допустить ошибку. Поэтому надо в сторону отойти, подумать в тишине, ситуацию оценивать с другой стороны, да, свежим взглядом, и тогда уже принять решение, не наломать дров. Здесь решение есть, и оно будет верное, но не торопиться, просто дать времени немножко пройти. Ситуация номер 4. В этой темной колоде некра эта карта самая оккультная. Это оккультная, и она связана с магией и со всеми вот этими таинственными, сверхъестественными вещами. Мы вас сейчас посмотрим, о чем речь. Что сейчас? Что сейчас происходит? Может быть, знаете, из-за отца, или мужа, или, может быть, брата, из-за какого-то близкого человека вы висите в жертвах, не понимаете, что делать. Хочется принять правильное решение, да, как-то все сделать правильно, по-умному, и поэтому думаете, как, как это сделать. Мне нравится состояние вот этой жертвенности, самопожертвования. Хочется выйти из этого состояния победителем. Может быть, вам поможет женщина, с которой вы общаетесь, может быть, и надежда на нее, но пока думаете, что делать, а может быть, вы уже и знаете, как поступить. Хорошо. Ситуация опасная, да, с чего она начнется? С чего может начаться ситуация, которая приведет к большим неприятностям? Какое-то действие. Вот знаете, когда люди действуют не в одиночках, а вот, допустим, на пару с кем-то, и придумывают план движения, что-то, да, которое в будущем может дать какой-то результат или какие-то принесет плоды. Вот это вот совместное решение, двигаться куда-то, и будет спусковым, на моментом открывает дверь, вот это вот решение, что-то, или денег заработать, или какой-то проект совместное. Это открывает дверь, и начинается вот эта вся заварушка. О чем она речь? С самого начала, как будто пойдет что-то не так, как будто каждый тянет одеяло на себя, и каждый доказывает свою правоту, считает, что нет, я прав, нет, я прав, и еще до кучи не хочется ресурсы вкладывать, какая-то жадность, вообще кто-то не готов, кто-то жадничает, кто-то не готов, не знает, что делать, не хватает информации, начинаются ссоры, так, конфликты, дальше как будет происходить? Вот вы будете в обиде, вас как будто обманут, предадут, потому что здесь идут карты разочарования, ужаса, тут надо будет что сделать? Тут либо поискать информацию самому, подумать, да, что делать, либо обратиться к умному человеку, который в этом разбирается, и который достаточно авторитетный и умный, и он вам может помочь. Хорошо, дальше что? К чему может это все привести? Вы сделаете правильный выбор. Вы скорее всего и информацию нароете, и человеку обратитесь за помощью, потому что сразу вы как-то с облегчением вздохнете, и у вас начнется из этого ужаса выползать, и движение такое, что вас как будто озарит, как правильно делать. Вы начнете правильно выстрагивать стратегию защиты, и у вас начнет получаться, то есть вы как будто дальше движетесь, и у вас все получается, независимо от того ужаса, который вы переживете, от того скандала, конфликта, то есть вы как будто или дальше в одиночку пойдете, или может быть вы найдете решение, и вообще как-то в другое что-то уйдете, то есть здесь вы в любом случае будете довольны собой, потому что вы поймете откуда ноги растут, и что нужно делать. Почему неприятности? Почему здесь ситуация может превратиться в неприятность? Потому что по итогу она коснется ваших денег, денежку. Это может быть ошибка, то что вы возьмете кредит, крупную сумму денег, которая будет неоправдана или не сможете отдать, то есть здесь с деньгами связано. Не будьте дураком. То, что касается крупных денег, надо 300 раз подумать. У вас будет какой-то проект получаться, будет все складываться, и вы как будто захотите туда денежные вливания сделать, может быть из-за этого и возьмете где-то займете, чтобы раскрутить или поднять, но это и будет ошибкой. Карта глупца. Поймете, что допустили ошибку, не надо будет именно большие крупные деньги, все, что их касается, надо очень-очень осторожно. вы поймете, что допустили ошибку, нельзя этого делать. Вас выручат именно близкие, как будто на помощь могут прийти близкие, кто эти деньги вам или даст, или одолжит, или может как-то поможет. Здесь проверка вам на прочность, если вы открываете какое-то дело, какой-то бизнес, что-то новое, свое, тут надо правильно выбирать партнера, здесь надо продумать на несколько шагов вперед, а если начнется допустим прогорание, не получание результата, то где взять денег, кто может спасти. И вот здесь самая главная загвоздка, что вы можете просто деньги как зависимость эти кредиты долги вы можете отдать. Сейчас я подумаю, почему карта выпала самая такая. Она здесь говорит еще о том, что надо проявить здравый смысл. все хорошо в меру, но здравый смысл никто не отменял. То есть здесь недостаточно знаний, допустим, недостаточно общения, здесь нужно правильно все рассчитать. Здравый смысл придется проявить, хотите не хотите, но у вас есть человек, который вам поможет и подсказку даст. Вы можете ситуацию с наименьшими потерями обойти, но лучше, конечно, в нее не попадаться. Так, ситуация номер пять. Посмотрим, о чем речь, о какой ситуации надо опасаться, о чем может привести к неприятностям. А что сейчас? Что-то вообще не айс хочется сказать, не айс. Ситуация какая-то жуткая, вырисовывается, как будто доверяли кому-то, но оказались в дураках из-за какого-то обмана, а может быть, из-за каких-то знаний, документов верили человеку, грубо говоря, да, любили, встречались, радовались, а потом как будто вы в дураках и в жертвах. Или вокруг пальца обвели, или обманули, ну как-то вот вы сейчас в такой ситуации неоднозначной. Хорошо. А неприятности, да, вот неприятности, с чего все начнется и как это будет выглядеть, что за неприятности и откуда ноги, как говорится, растут. Они говорят, все начнется с того, когда вы начнете что-то новое, откроете дверь что-то новое и начнете что-то придумаете. Может быть, это связано именно с новой жизнью, когда вы решаете, допустим, начать все с ноля, и вот в этот момент, как будто вы, кто-то пользуется вашей, так сказать, когда вы слабы, да, чувствуешься слабым, как будто кто-то в этот момент создает предательство, подлость. И вы об этом естественно узнаете. Знаете, на что похоже? Тут двояко с одной стороны человек посчитает, что ты сам заработал по труду и награды, да, по совести, вот тебе по совести, пожалуйста, поэтому предательство идет. А и вторая ситуация, когда идет судебные дела, в суд подают, раздел имущества, и все достаточно нечестно и сложно. шанс изменить все, шанс наказать, проучить, поставить на место и как-то вычеркнуть, да, но слишком много желания, но недостаточно времени на обдумывание, что ли, какая-то торопыжность и еще как будто неправильно вообще оцениваете ситуацию. Тут либо вы к суду не готовы, да, а вы его затеваете и как следствие он развивается, идет, люди подключаются и недовольны вы. Либо вы хотите как будто бы доказать человеку, поставить на место, что все не так, и я реабилитируюсь, да, я тебе покажу. И вот из-за этого все и заплетается друг за дружку. Здесь тоже подключаются люди, тут может быть и родственник, может быть и брат, муж, не знаю, какой-то мужчинка. Вообще все неожиданно происходит, и это как гром среди язвенного неба в каком-то жутком отчаянии. Либо вы суд проигрываете, да, и вы не ожидали, что все так повернется, и поэтому в отчаянии придется еще денег заплатить. А будете эти деньги искать, вот где хочешь, там достань. Либо если запускаете механизм реабилитации, да, хотите человека на место поставить, проучить, здесь велика вероятность, что здесь вас подставят. Причем это будет резко, неожиданно гром среди ясного неба, и вы просто будете в ужасе, в шоке. тут могут у вас что-то забрать, причем это будет нечестно, с подделкой документов, как будто вокруг пальца вас могут обвести, вы можете или недвижимость потерять, или какие-то денежки. вам женщина может помочь, в этой ситуации может помочь женщина, она может вам раскрыть глаза и показать что происходит, что делать, и вы можете найти выход и все сделать правильно, благодаря какой-то женщине. Помните, что вы сильный человек, а вот эта карта, да, идентификатор, это карта, самое главное, она говорит о том, что не все золото, что блестит, не всегда некоторые мечты должны исполняться, не всегда происходит так, как мы хотим, в основном все происходит не по плану, это как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, поэтому здесь могут быть некоторые цели не оправдываны и не стоят игра свечи, поэтому здесь будьте очень-очень предельно внимательны, большая вероятность, что вы или деньги потеряете, или может быть в долг впадете, это не есть хорошо, вот такие пять ситуаций, будьте внимательны, по всем признакам, если увидите, старайтесь как-то обходить, беречь себя и быть благоразумным, в любом случае, я вам желаю мира и добра, и пусть вы обойдете все самые острые углы с наименьшими потерями. Продолжение следует...